Приходит время, уверенно заявите себе на рынке. Разработать эффективную рекламную стратегию помогут наши специалисты. Единая рекламная служба. Мы знаем ваш бизнес изнутри. Субтитры создавал DimaTorzok ДК «Строитель». Билеты в продаже. Городская ветеринарная станция сообщает об изменении графика работы. Прием животных ведется с понедельника по четверг с 9 до 18 часов. Обед с 13 до 14. Пятница с 9 до 17 часов без обеда. Суббота с 10 до 15 без обеда. Воскресенье – выходной. Телефон для справок в Череповце. 29 18 39. Ясная поляна. Ветеринарная 4. Субтитры создавал DimaTorzok В эфире вечерний выпуск новостей на канале 12 в студии Веры Кучеренко. Здравствуйте. И коротко о главном. Вынужденные каникулы продолжаются. Несмотря на то, что количество заболевших снизилось, специальная комиссия приняла решение продлить карантин в череповецких школах. Подробнее расскажем на Первом городском. Первое место в стране по динамике заболеваемости гриппа. Заняло Влагочина, но для обслуживания тяжелобольных в регионе не хватает специального оборудования. Несколько медицинских учреждений региона проверят на законность оказаниями платных услуг. В этом списке областная клиническая больница, онкологический диспансер, а также Череповецкая городская поликлиника номер 7. В череповецких школах карантин продлен еще на три дня. К такому решению пришли санитарные врачи и чиновники образования. Какова ситуация с заболеваемостью в городе? Чем живут временно опустевшие школы? Не сократят ли весенние каникулы? Ответы на эти вопросы искала Анастасия Хаткова. И никуда, никуда мне не деться от этого. Вот чем занимаются педагоги, пока их ученики не ходят в школу из-за карантина. На самом деле, учителя пятой школы, как обычно, ходят на работу, а сейчас просто готовятся к встрече со своими бывшими учениками. Несмотря на официальный запрет на массовые мероприятия, школа не смогла отказаться от старой традиции. Здесь продезинфицировали все коридоры, кабинеты, лестницы, чтобы ни один вирус не проник в здание и не испортил праздник. Выпускники, уже начиная к концу января, начинают звонить, узнавать, будет ли встреча, не отменена ли. И поэтому мы всегда рады встрече с выпускниками и готовы с ними встретиться и поддержать их дух, чтобы они смогли пообщаться и со своими одноклассниками, и с друзьями школьными, и с педагогами. В это же время обычный класс превратился в настоящий штаб дистанционного управления. Здесь педагоги отправляют, проверяют, объясняют домашние задания школьникам и родителям. В такой системе им придется работать и на следующей неделе. Карантин в городе решили продлить еще на три дня, до 10 февраля включительно. Учителя уверены, временное обучение через социальные сети и электронные дневники на качестве знаний школьников не отразится. Конечно, что-то придется навертывать, что-то дети поймут и сами. Например, сейчас в третьих классах идет тема «Простая будущая форма глаголов». Дети поймут не все. Придется еще учителям поработать. То же самое, задача с величинами. Эта тема тоже является одной из сложных тем. Пока учителя продолжают работать со своими подопечными в необычном режиме, родители черепейских школьников переживают за их будущее. А именно, останутся ли у ребят каникулы весенние. Ведь в соответствии со всеми учебными программами, пропущенные из-за карантина придется нагонять. Мы не планируем отменять весенние каникулы, либо сокращать их продолжительность. Это решение будет приниматься уже самостоятельно, далее, каждым образовательным учреждением. После завершения карантинных мероприятий, каждое образовательное учреждение проведет анализ выполнения учебных программ, посмотрит, насколько это можно скорректировать учебные программы, исходя из наличия часов для повторения по определенным темам. И далее уже будет приниматься решение локально. Напомним, карантин в череповецких образовательных учреждениях ввели с 1 февраля из-за высокой заболеваемости и детей, и взрослых. Число простудившихся росло с каждым днем. Однако сейчас динамика пошла на спад, рассказывают врачи. Свои плоды принес карантин и запрет на массовые мероприятия. Однако в городе решили подстраховаться. Сейчас находимся на пятой неделе развития эпид-процесса. В принципе, осторожно можно говорить о некой стабилизации, но пока еще не совсем уверенно. В целом за 4 дня прошедшей недели у нас 4164 человека обратились за помощью. Это несколько ниже, чем за прошлую неделю. Пока специалисты не дают точных прогнозов. Необходимо оценить количество заболевших за всю неделю. Поликлиники города продолжают работать по семидневке. Только в понедельник станет ясно, нуждается ли город в продлении карантина или нет. Анастасия Хаткова, Сергей Павлов. Новости. Специальное оборудование будет приобретено для лечения пациентов с осложнениями, вызванными тяжелыми формами гриппа и ОРВИ. В основном это аппараты для вентиляции легких и для лечения дыхательной недостаточности. Сейчас Вологодчина занимает первое место в стране по динамике заболеваемости. Для более успешной борьбы с эпидемией нужны дополнительные аппараты. Губернатором власти принято решение выделить из резервно-свободные средства для того, чтобы купить то необходимое оборудование и в том количестве, которое нам необходимо для оказания медицинской помощи. Пик заболеваемости еще не прошел. Он еще будет до конца февраля. И только в марте начнет его, как мы считаем, и как специалисты говорят, будет его понижение. На покупку оборудования понадобится больше 11 миллионов рублей. По словам областных чиновников, необходимые аппараты должны быть доставлены в регион в течение 10 дней. Добавим, с середины января в области ОРВИ и гриппом заболели почти 65 тысяч вологжан. Это больше 5% от всего населения региона. Зафиксировано свыше 640 случаев вне больничных пневмоний. Для 15 жителей области они закончились летальным исходом. Насколько опасен свиной грипп, как сегодня под одной крышей уживаются слабовидящие и слабослышащие дети? О том, как проходит оптимизация в сферах здравоохранения и образования? Как решается кадровая проблема? Кто сегодня нас лечит и учит? Как обрести гармонию человеку в современном социуме? Расскажет новая передача на канале 12 «Принцип равновесия». Автор программы Виктория Пименова с подробностями. Самая злободневная тема сегодня – грипп. О нем говорят, его боятся, им болеют. В аптеках не хватает лекарств и масок, школы закрыты. Неужели нас действительно накрыла страшная эпидемия? Лечится все то же самое, что и при обычных других гриппах. К середине января эпидпорог ПРВИ гриппа в регионе был превышен на 66%. К началу февраля, уже в три раза, появилась информация о том, что несколько человек умерли от свиного гриппа. Что больницы переполнены заболевшими пневмонией. Мы несколько поменяли потоки госпитализации, в частности по пневмонологическому направлению. О вирусе гриппа, о том, почему H1N1 совсем не означает неминуемые осложнения и смерть, расскажем в рубрике «У всех на устах». Специалисты сферы здравоохранения и журналисты постараются объяснить, почему от пневмонии даже в наше время умирает в 20 раз больше людей, чем от гриппа. В новой программе множество рубрик «Актуальная тема», «Случаи из практики», «В зоне доступа». В первой программе в этой части мы расскажем и покажем, как учатся и лечатся дети из Череповецкого тифлоцентра на новом месте. Вместо отдельного здания их центр сегодня оказался под одной крышей с другой коррекционной школой. Здесь сделан новый ремонт, новые группы, новые кабинеты для занятий дефектологов, логопедов. А что же со старым тифлоцентром? Сегодня там, как и 20 лет назад, снова работает обычный детский сад. Здания за счет горбюджета и федеральных средств подлатали, покрасили, купили новые кастрюли, плиты для пищеблока. Готовим как дома. В этом учреждении проблем с кадрами нет. А как обстоят дела в других поликлиниках, школах, садах, больницах? Почему профессия обязательно должна стать призванием? О людях-профессионалах с большой буквы мы будем рассказывать в каждой новой программе. Наталья Веселова, воспитатель по образованию, стала много лет назад работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья, а потом возглавила общественную спортивную организацию инвалидов. Уж мой, меня называют Матереза. Программа «Принцип равновесия» выходит при федеральной поддержке правительства Вологодской области. Первый выпуск смотрите в понедельник, 8 февраля, перед вечерним выпуском новостей. Виктория Пименова, новости. Несколько медицинских учреждений региона проверят на законность оказаниями платных услуг. В этом списке областная клиническая больница, онкологический диспансер, а также Череповецкая городская поликлиника номер 7. Инспекцию там проведут специалисты контрольно-счетной палаты. Об этом сегодня рассказали депутаты ЗСО во время расширенного заседания коллегии прокуратуры области. Время заканчивается, ему рекомендуют прийти на платные, он платит деньги. Этот же врач в этом же помещении оказывает ему платные услуги. Более того, ну ладно бы, деньги шли на какие-то благие цели, а деньги в основном шли на зарплату административным работникам и большому количеству экономистов, которые чистятся в первой областной больнице. Нас эта ситуация беспокоит. Также на коллегии сотрудники прокуратуры подвели итоги работы за прошлый год. По данным специалистов, представители органов надзора провели больше 16 тысяч личных приемов. При этом граждане все чаще обращаются за защитой прав к прокурору, минуя иные уполномоченные органы, в том числе контролирующие. Не случайно показатель обращений, направленных на разрешение в другие ведомства, также ежегодно растет и составлял в 2015 году более 29% от общего количества рассмотренных жалоб. Раздельный сбор в Череповце. Очередная экологическая акция пройдет завтра на площади Химиков и ОСКЗ «Алмаз». Мероприятие проводится уже в пятый раз каждую первую субботу месяца. Организаторы акции «Раздельный сбор» хотят привлечь внимание череповчан к проблеме утилизации отходов. Специалисты советуют отправлять мусор на переработку, не копить на свалках. Волонтеры примут металл, стеклотару, макулатуру, пластик, ненужную одежду. Также можно принести опасные отходы, например, батарейки, ртутные лампы, термометры. Раздельный сбор пройдет 6 февраля с 11 до 14 часов. В будущем организаторы рассчитывают расширить рамки своей акции. Сейчас у нас активно мы занимаемся тем, что хотим поставить баки в учебных заведениях. Это ЧГУ, металлургический колледж, то есть в учебных корпусах. Надеемся, что в этом году мы все это осуществим. Это еще не все новости. Смотрите во второй части выпуска. Стопхам в Череповце. На борьбу с неправильно припаркованными автомобилями вышли дети. Видео с их участием в интернете пользуются популярностью. А закон или их действия выясняла Татьяна Жданова. Мэр Юрий Кузин поручил навести порядок на дорогах. До понедельника городоначальник высказал свои замечания коммунальщикам. Школьные баскетбольные команды получили возможность выйти на российский уровень. Команды и девочек, и мальчиков Череповца вышли в финал Лиги Кэсбаскет. На финальных матчах спорткомплекс «Юбилейный» побывал Владимир Сентябрёв. Подробности в вечернем выпуске новостей. Реклама быстро пройдет. Оставайтесь на Первом городском. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Запись в интернете просмотрела более 6 тысяч человек. Действиями несовершеннолетних заинтересовались и правоохранительные органы. Что это хулиганство или борьба за справедливость, выясняла Татьяна Жданова. Мне плевать на всех, паркуюсь где хочу. Стикеры с такой надписью расклеивали на машинах в апреле прошлого года. Ролик с участием школьников просмотрели более 6 тысяч человек. Нам удалось найти героев сюжета. Ребята рассказали, что наказать череповецких водителей за неправильную парковку они решили после просмотров аналогичных видео в интернете. Съемки заняли два дня. В объектив видеокамеры попали 11 автомобилей, которые стояли на газоне. Деятельность юных борцов за справедливость сейчас бурно обсуждают в соцсетях. Взять пример Москвы и крупных городов. Там парни крепкие и, соответственно, большинство водителей начинают очень агрессивно к ним оскорблять, унижать. А пареньков молодых, когда все, наверное, все это с юмором воспримут. А вот специалистам по делам несовершеннолетних не смешно. То, что ребятам удалось избежать расправы от водителей – большая удача. Очень непонятная, по меньшей мере, позиция родителей, которые прежде всего должны стоять на защите интересов своих детей и на охране их здоровья. Здесь дети абсолютно не защищены. Даже взрослый человек, который этим занимается, он ничем не защищен. Он в любой момент может нарваться на непредвиденную ситуацию. Активисты общественного движения СтопХам в Москве и Санкт-Петербурге часто рискуют. Как правило, разговор с водителями не ладится, в ход идут кулаки. Несмотря на агрессию со стороны автовладельцев, СтопХам уже шесть лет борется за соблюдение правил дорожного движения. Водители уверены – такая деятельность незаконна. Общественники заявляют – отважные волонтеры отстаивают свои права. Общественное движение СтопХам активно обсуждают в интернете. В некоторых источниках указано, что деятельность активистов законна. Якобы они действуют на основании 14-й статьи Гражданского кодекса РФ о самозащите гражданских прав. Тем самым они отстаивают свое право, чтобы автовладельцы не мешали передвижению пешеходов. Получается, любой человек может самовольно расклеивать стикеры на чужом имуществе. Водители в данной ситуации не защищены. Так ли это на самом деле? В данном случае в действиях этих людей каких-либо правонарушений не усматривается. Состав в данном случае отсутствует. В любом случае нужно доказать умысел на совершение противоправных действий. В данном случае я считаю, что у них умысла нет. У них умысел был на совсем на другое. Предупредить водителей, которые ставят не на место свои машины. Насколько я понимаю, данные несовершеннолетние граждане чисто по своей инициативе решили, скажем так, выступить народными мстителями. В данном случае они к движению СтопХам, насколько я понимаю, никакого отношения не имеют. То есть в их действиях непосредственно прослеживается нарушение административного законодательства. То есть это либо мелкое хулиганство, либо уничтожение или повреждение чужого имущества, либо самоуправство так называемое. Татьяна Жданова, Дмитрий Махов. Новости. Как нам стало известно, заявлений на действия школьников ни в полицию не поступало. Законные способы убрать припаркованные автомобили сегодня обсуждали и коммунальщики. Они давно борются с автолюбителями, которые мешают уборке городских улиц. И тем не менее, в ходе очередного рейда мэр Юрий Кузин поручил навести порядок на дорогах до понедельника. Городоначальник высказал свои замечания работникам муниципального предприятия. Но в целом работой спецавтотранса остался доволен. Подробности далее. С привычного места у дома свой автомобиль Василий Королев сегодня решил убрать. Вывеска была, что нужно чистить. Будут чистить сегодня здесь. Таких добросовестных автолюбителей, да побольше, мечтают коммунальщики. Несмотря на объявление своей машины с обочин дублера проспекта Победы, убрали не все. На помощь пришлось звать сотрудников ГИБДД, плюс на время уборки перекрыли движение. Нарабатываем новую практику уведомления собственников транспортных средств, которые преимущественно паркуют машины именно на проезжей части и тем самым мешают уборке города. Я думаю, что эту практику будем расширять, потому что улицы запускать нельзя. Но это не единственный проблемный участок. У нас и по Менделеево примерно такая же ситуация, и по ряду других улиц. Еще одно новшество по борьбе с нерадивыми автолюбителями административной комиссии. С этого года тех, кто мешает уборке города, будут штрафовать. Цена равнодушия к просьбам коммунальщиков в 4 тысячи рублей. Не стоит забывать и об уже освоенной практике эвакуации брошенных авто. На сегодня таких кандидатов по всему городу 60. На следующей неделе истекают сроки тех уведомлений, которые мы направили. И мы эвакуацию начнем машин на следующей неделе именно с улицы Металлургов. И не только с Металлургов, хотя здешние края привлекли особое внимание мэра. Особенно снежные кучи на площади. До понедельника уберем, заверил городоначальник и руководитель муниципального предприятия Сергей Орлов. Также необходимо ликвидировать снег на обочинах с улицы Металлургов. Как и на проспекте строителей, здесь зауженный проезд. Сергей Орлов пообещал решить вопрос в течение сегодняшнего дня. А уже к завтрашнему утру полностью обработать все городские тротуары. Песко-соляной смесью. У нас осталась часть в Заягоровском районе, это левая сторона. У нас осталась левая сторона в Зашекснинском микрорайоне. И у нас осталась, как я уже сказал, это нижняя часть индустриального района в районе набережной. Значит, у нас продолжается работа в дневную смену. Значит, три установки работают по распределению песко-соляной смеси. Значит, в ночь мы опять выводим шесть установок. Однако у череповчан качество уборки вызывает полярные оценки. Нигде не пройти. Как снег выпадет, так тропочки. Нигде не пройти. У нас Зашексны лучше убираются в центре города. Работают, убирают, стараются. Вот здесь вот именно, видите, как бы идти можно плотно. Не остался без внимания проверяющих и один из самых посещаемых в городе объектов – вокзал. Вчерашнюю уборку мэр оценил, но замечания остались. На привокзальной площади провести антигололедную обработку и вообще убрать наледь до асфальта. Это лицо города, отметил Юрий Кузин. Ну а в целом, работой спецавтотранса мэр остался доволен. Положительная динамика есть. Вера Кучеренко, Анатолий Холин. Новости. Вологодская область занимает шестое место на северо-западе по количеству мигрантов. Половина живут в Череповце и пригороде. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник регионального управления ФМС Сергей Жестяников. В регионе активно развивается и программа переселения соотечественников. В ее рамках за минувший год в область прибыли 750 человек. Более 80% участников госпрограммы трудоустроены. Уже есть планы и на 2016 год. Мы пока себе больших соответствующих целей не ставили. Но тем не менее, цифра, которая была в 2015, она у нас будет ориентиром. Около 750 человек. Это высококлассных специалистов в различные отрасли нашей Вологодской области. У ФМС отмечают и результативность нововведения минувшего года, переход к системе патентов. Бюджет области от доходов трудовых мигрантов пополнился на 130 миллионов рублей. Еще одно новшество ждет и череповчан. В городе откроют новое подразделение УФМС. Расположится оно в доме 118 по улице Краснодонцев. Правда, сроки переезда пока не называют. Как сдавать ГИА в 2016 году о новшествах рассказали сегодня в Департаменте образования региона. В этом году девятиклассникам необходимо сдать 4 экзамена. Два обязательных – это русский язык и математика, и два по выбору. Правда, на получение аттестата повлияют лишь результаты основных экзаменов. Баллы за предметы по выбору отразятся на поступлении в профильный 10 класс. Новшество 2016 года – появление в списке экзаменов иностранного языка, причем по технологии испытания, напомнит ЕГЭ. Этот предмет будут сдавать в два дня, то есть письменная часть, первый день, и вторая часть – говорение, для того, чтобы действительно спокойно подготовиться, ну и наиболее качественно сдать с меньшей нагрузкой в течение двух дней. Как добавили в областном департаменте образования, школьники, которые не справятся с итоговой аттестацией, смогут прийти на пересдачу в июле. Вновь пройти тестирование в июле. Это относится к тем, кто не пришел на экзамен из-за болезни или решил опротестовать результаты. Попытать удачу снова смогут и те, кто сдал один предмет на неудовлетворительную оценку. Опускники, которые не справились с двумя и более предметами или не пришли на экзамен без уважительной причины, смогут пройти итоговую аттестацию в сентябре. Добавлю, что в этом году будут сдавать ГИА 11 тысяч девятиклассников. Школьные баскетбольные команды получили возможность сыграть на российском уровне. Чемпион лиги КС Баскет дают такую возможность. В финал регионального этапа вышли две череповецкие команды. Чемпионат школьной баскетбольной лиги был придуман в Пермском крае. За несколько лет турнир вырос до российских масштабов и стал самым престижным турниром для школьных баскетбольных команд. Чемпионат создан специально для школьников. Здесь не имеют права играть профессионалов. Самая главная и основная цель чемпионата – это популяризация баскетбола и привлечение ребят, молодежи к здоровому раз жизни. Команды Вологодской области тоже участвуют не первый год в таких застязаниях. В этом году финал областного этапа решено было провести в Череповце в спорткомплексе «Юбилейный». У девочек в матче за первое место сошлись «Пчелки» из Великого Устюга и «Атака» из Череповца. Очень интересно было. Мы первый раз участвуем. Мы выходим в финал на область. Нам очень понравилось. Тяжело, но интересно. Преимущество команды из Великого Устюга оказалось большим. Это не случайно. В этом городе женский баскетбол развивают давно и серьезно. Для маленьких городов и непрофессиональных команд это самый лучший проект, который на сегодняшний день существует в баскетболе. Потому что он дает девчонкам возможность роста, возможность, чтобы их заметили, ну и дальше, чтобы у них судьба сложилась в баскетболе достаточно удачно. У мальчика в финале играли команды Череповецкой школы номер 12 под названием «Олимп» и Вологодской гимназии. Игра получилась упорной поначалу. Несмотря на наличие всего семи человек в команде, Вологжане бились отчаянно. Но в итоге вверх все-таки взяли хозяева паркета. Более чем хорошо готовые, но считаю, что должны пройти вот сейчас. Дальше по Северо-Западу показать себя. Победители областных финалов далее сыграют в чемпионате Северо-Запада. А главный приз для российского чемпиона – поездка на финал четырех Евролиги в мае. Владимир Сентябрев, Дмитрий Махов. Новости. Хоккейная команда «Северсталь» заняла последнее место в западной конференции КХЛ по итогам регулярного чемпионата. Это стало ясно после сегодняшнего поражения Череповецкого клуба в Магнитогорске. «Северсталь» провела неплохой матч и на равных боролась с одним из лидеров Восточной конференции. Более того, на первой минуте третьего периода череповчане даже вышли вперед в счете 3-2. Точными бросками дважды отметился Игорь Скороходов. Еще один гол в активе Ильи Хохлова. Лучший бомбардир чемпионата Сергей Мазякин сравнял счет в большинстве. А дальше в конце встречи уже «Северсталь» 10 минут подряд имела на одного игрока больше, но умудрилась пропустить сама. В итоге поражение 3-4 и уже за два тура до завершения чемпионата стало ясно, что «Северсталь» займет последнее место в западной конференции. Начался прием заявок на участие в массовом лыжном забеге. Спортивный праздник состоится в День всех влюбленных. Лыжня России проходит по всей стране. В нем принимают участие не только профессионалы, но и любители. Соревнование пройдет в трех районах города. В Зашикснинске на лыжном стадионе, в Заречье за трамвайным парком и на стадионе в Северном районе. Принять участие смогут все желающие без ограничения по возрасту, однако детям до 17 лет понадобится допуск от врача. Коллективные заявки принимаются до 11 февраля на сайте спорткомитета. Сразу после новостей прогноз погоды и продолжение сериала «Завтра» наступит сегодня, а затем мы начинаем показ многосерийной военной драмы «Государственная граница». Смотрите первый эпизод. Это все, что мы успели рассказать к этому часу. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok